Итак, добрый день! Сегодня у нас с вами ознакомление с формообразующими элементами. Сегодня мы с вами поработаем со стандартными формами внутри нашего проекта. Научимся редактировать, создавать различные базовые сложные элементы. Я пока не затрагиваю формообразующие элементы семейств. Все будет разбито по временным меткам. Все как вы любите. Если вам нравятся мои видео, вы ждете продолжения. Не забывайте подписываться на канал. Это очень сильно греет душу. Также у меня замечательно работает обратная связь. Стараюсь максимально отвечать на вопросы по видео. Поэтому не забывайте комментировать, если у вас остались какие-либо вопросы. Итак, давайте приступим. Я запустил Revit. На данный момент напоминаю, что я работаю в 20-й версии Revit. Скоро у нас будет обновление и 21-й версии Revit, и 21-й версии AutoCAD. И да, возможно, даже покажу основные отличия прошлых версий. На данный момент я буду внутри нашего проекта стандартного работать с формами. С формообразующими элементами, чтобы вы понимали, где они располагаются, что они вообще из себя представляют на базовых этапах. Итак, этап первый. Как открыть стандартный формообразующий элемент внутри нашего проекта. Ну, для начала я создаю проект. Создать, выбирая шаблон, напоминаю то, что либо архитектурный, либо строительный. На данный момент, без разницы для обучения, в каком шаблоне вы будете работать, выбирайте тот, который вам удобен. Я работаю в большинстве своем в архитектурном шаблоне, и с ними буду продолжать работать. Архитектурный шаблон. Ок. Что я делаю? Поначалу я с вами располагаюсь на уровне, и на нем я буду выполнять всяческое возможное моделирование. Как открыть те же самые свойства диспетчер-проекта, я об этом рассказывать не буду. Это было в одном из предыдущих видео. Поставить все необходимые примечания. Давайте приступим. Для начала, как перейти вообще в панель создания формообразующих элементов, и где они располагаются? Они располагаются во вкладке формы и гемплан. Сверху. У нас есть возможность показать формообразующие, если они уже были созданы. Это первое окошко. Первоначально при скрытии формообразующих элементов и при открытии файла у вас формы, возможно, будут не видны, если вы с ними уже работали. Пока у меня форм никаких нет, показать я ничего не могу. Нас интересует второе окно, а это форма в контексте. При помощи него мы с вами будем создавать различные формообразующие элементы, базовые. Посмотрим базовые элементы фигур, что с ними возможно сделать и так далее. Все я их построю в ряд и, опять же, разобью по временным меткам. Итак, форма в контексте. Создание формы. У меня появляется окно о том, что формы у меня по умолчанию на данный момент видимые. Меня это полностью устраивает. Потом я их могу скрыть, снова отобразить и так далее. Закрываю данное окошко. Могу поставить галочку, больше не показывать сообщение, если вы уже умелый пользователь Revit. Закрыть. У вас появляется окно с заданием формы. На самом деле, здесь даже окно не больше для задания формы, а контекстное меню для работы в пространстве создания вашей формы. Вы можете называть данное окошко по названию вашей формы, с которой вы будете работать. Может, там строите дом, башню, еще что-то. На данный момент без разницы, мы нигде никаких отличий не увидим. Основное, что вы должны будете запомнить, я расскажу чуть позже, по ходу нашего ролика. Поэтому на данный момент, если вы только обучаетесь, можете оставить базовое имя, форма 1. Окей. Сами эскизы форм я могу строить как в трехмерном виде, так же и в двухмерном виде. Главное, что вы должны знать. По умолчанию они привязываются к какому-то уровню, либо на котором вы располагаетесь, либо на котором производится моделирование. Можно поменять через задание рабочей плоскости, через возможные привязки. На данный момент мы только учимся. Что я сделаю? В данном окне создания формы создадим несколько фигур и поучимся с ними работать. Как их можно изгибать, как их можно подрезать и так далее. Траектории пока рассматривать не будем, это во второй части видео. Там нам они больше пригодятся, чем сейчас. Итак, для начала самый обычный элемент. Через рисование отрезок. Строю отрезок любой, хоть под углом. Длина, опять же, произвольная. Escape. Построил отрезок. Что я сделаю теперь? Построю прямоугольник. Рядышком с отдалением, правда небольшим, чтобы можно было его редактировать. Все это в одном пространстве создания формы проделываю. Дальше построим многоугольник, многогранник. Построю круг. И построю еще один кружок, чтобы научиться работать с цилиндром, либо со сферой. И покажу. Все остальные элементы, в принципе, одинаковые. Там можно сплайном состроить по наборам точек, по дуге, по выбору линий и так далее. Пока меня это не интересует. Перейду на трехмерный вид. Перейду на трехмерный вид. Вот все эти эскизики у меня отображаются. Нажму один раз клавишу Escape. Что я сделаю? Нажму на наш отрезок. Один с левой клавишей мыши. И вверху у меня появляется панель «Возможность создания формы». Раскрою выпадающую менюшку. Объемная форма и полая форма. За что они отвечают. Если вы будете создавать объемную форму, для нее потом в дальнейших по ее грани можно будет привязать к ней стенку. По сути дела стена и будет привязываться по грани вашего формообразующего элемента. По форме. Если я выбираю полую форму, полая форма вырезает объем из вашей небольшой тавтологии. Объемной формы. Она также может быть любой. Что вы должны запомнить для себя первостепенно, чтобы если вы работаете не с семейством формообразующих, о них мы еще будем говорить, а с обычными формами. Если вы хотите создать какую-либо сложную форму, то чаще всего придется прибегнуть к комбинации. Объемной формы и полой. Сегодня покажу на живом примере. И также для форм создадим различные материалы стен, присвоим и так далее. Разобьем на поэтажку, на перекрытие. Все это мы с вами сегодня увидим. Итак, создаю на данный момент объемную форму. Включу сразу же в трехмерном виде, заливка либо тонированные, высокие уроны детализации. Рассмотрим. У нас с вами появляется участок прямой, стремящийся в бесконечность, на высоту 3 метра. Чаще всего программа выбирает либо произвольно высоту, либо строит ее немного выше стандартных уровней. Можно их менять привязку, во-первых, подсветив элемент, пока вы еще не начали редактировать через размер элемента, либо можно это делать через те же самые фасады, найти формообразующий элемент, перейти на тот фасад, на котором вы его увидите. И, соответственно, грани опустить под необходимый уровень, либо наоборот, поднять, предположим, на высоту нашего уровня 2. Окей. Что я могу сделать с этим, по сути дела, листом? Чаще всего, и особенно ранее, до 21-й версии, создание через формообразующие элементы различных стен использовалось, чтобы сделать стенки под наклоном. С 21-й версии по умолчанию стены можно сделать под наклоном на этапе их построения. А в ранних версиях, точнее, наоборот, в поздних версиях сделать это было невозможно, и приходилось создавать формообразующий элемент, наклонять его и наклонять соответствующую стенку. Что мы здесь? Если вам нужно будет создать в дальнейшем просто наклонную стену, и также поучимся работать с различными гранями нашего формообразующего элемента. По сути дела, плоскость данного этого листа можно изменить как угодно. А конкретно, подсветить грань нашего элемента, чтобы поменять его положение в пространстве. Это можно сделать и на виде сверху. Любую, верхнюю, правую, левую, нижнюю, и точно так же можно его наклонить в плоскости данный элемент. Наведя на угловые точки и воспользовавшись клавишей Tab, я могу найти конечную точку элемента, и могу начать закручивать тот же самый наш листок бумаги. Вторая точка угловая остается статичной. Никуда она не убежала. Но объект я начал закручивать. Окей. При выборе грани нашего формообразующего элемента я могу создать аналогичную форму, и проект построит ее с отступом, по сути дела. И так можно работать со всеми возможными элементами. Если вы не знаете контур своего объекта, как он должен выглядеть по итогу, можно либо сразу же набором отрезков делать замкнутые контуры и выдавливать их в форму, либо сначала замоделировать одну часть стены, а потом ее уже в дальнейшем передвигать. Что еще можно сделать с этой стенкой? В первую очередь, ну, откачусь назад, Ctrl-Z. Помимо всего прочего, что можно менять по дополнительным точкам, пока траекторию я раскрывать не буду. Это будет уже более усложненная версия изучения тех же самых формообразующих элементов. Немного терпения, и будет сразу же второй урок. Я могу добавить при подсветке нашего формообразующего элемента, опять же, посмотреть, что у меня здесь есть. Добавить кромку, либо добавить профиль. Сначала я люблю показывать, как добавляется профиль, и вообще, от чего он зависит. Но на самом деле, подсветив любую команду более чем на 3 секунды, вы и так увидите, за что отвечает данная команда. Но лучше всего это смотреть на практике. Функция добавления профиля и выбора участка, где необходимо его добавить. Профиль у нас добавляется в горизонтальной плоскости, кромка в вертикальной. При добавлении того же самого профиля на участке своей прямой, их можно добавить несколько, сколько угодно, добавить профилей. По умолчанию, когда вы отводите туда курсор, либо нажимаете в пустом пространстве левой клавиши мыши, он вообще исчезает. Но это не значит, что он пропал у вас в проекте. У нашего профиля можно точно так же при подсветке с основного экрана нашего выбрать профиль через клавишу Tab, найти его. И более того, скажу, что можно помимо самого профиля найти конечную точку профиля. Эту конечную точку мы с вами можем, опять же, как угодно изменить, как саму точку, так и профиль целиком. Мы можем поменять его показатели. Отредактировать собственноручно контур. Но, что я хотел основное сказать. Чем отличается профиль от кромки? Кромка разделяет наш элемент, но, по сути дела, рассекает его, на параметры, при изменении которых угол становится не такой плавный, как у профиля. То есть, вы видите, можно создать стенку в форме волны той же самой. У кромки углы более резкие. Сейчас покажу. Откачусь назад. Ctrl-Z. Ctrl-Z. Добавлю, подсвечу тот же самый элемент. Добавлю кромку. Рассекую, на данном случае, мой листок горизонтальной плоскости. Здесь опять работают те же самые привязки. И при изменении кромки вытягивания, я вижу то, что угол у меня уже не такой плавный для перехода. Еще одна отличительная особенность у профиля от кромки заключается в том, что у профиля мы с вами при задании функции через стену, либо через стеновое ограждение то же самое, они не будут разделяться самим профилем на плоскости. У кромки они будут разделяться. Сейчас покажу. Этот эскиз оставлю в кромке. Нарисую еще один отрезок. Стенку. Опять же, будем добавлять еще. Это просто показываю немного наперед. Нарисую еще один отрезок. Он у меня привязался по умолчанию к верху, потому что я его делал в трехмерной плоскости. Без разницы. Сделаю объемную форму. Подсвечиваю элемент. Добавляю профиль. Раз. Добавляю профиль два. И загну профили. Опять же, к тому же самому изображению, что приду, что раньше вам показывал. Зажатые левые клавиши мыши за стрелочки просто перетягиваем. Эти стрелочки будут так называемыми маркерами. Соглашусь на данный момент с созданием формообразующих элементов. Он мне говорит о том, что содержат неточности. Да, они еще не соединены между собой. Это еще только черновой вариант. Вкладка архитектура. Стена архитектурная. Ой, стена не архитектурная. Стена по грани. Кто помнит первый урок по работе с Revit, когда я рассказывал все основные функции, там я рассматривал как раз возможность создания стены по грани, стены несущей, стены архитектурной. В чем их принципиальное отличие? Так вот, стенкой по грани можно создать для грани нашей формообразующего элемента функцию стены. Нажму стена по грани. Если при подсветке нашей стены не удалось создать, скорее всего, маленькая стенка. Сейчас я изменю показатели. Пускай будет не 200 мм, а типовая, а какая-нибудь тонкая 50 мм. Опять же, ошибку программа выдала, потому что на самом деле у меня там маленький участок, и при всех изгибах стенку типовую 200 мм он создать не может, потому что материал не может так изогнуть. Именно в этом заключалась ошибка. Так вот, у меня никакими профилями не разбился элемент. Если кого-то пугает отображение серого фона, на самом деле у нас с вами здесь... Сейчас я удалю, вторую раз стенку поставил. У нас здесь все еще осталась форма элемента. Если я ее скрою, я увижу ту же самую стенку. Через фильтр скрою. Вот она, просто стенка. Не пугаемся то, что графика рябит. Все-таки материал не может один к одному совпасть с нашей формой. Но я мог поменять значение привязок при добавлении стены, но сейчас мы будем с этим разбираться. Это я просто показываю наперед. То в случае там, где у нас есть кромка, создание стены по грани, у меня они разбиваются на отдельные грани. И там может произойти что? Поставлю вторую стенку. Если посмотрю на виде сверху, могут возникнуть что узлы, особенно когда у вас многослойная стенка, видно прям, как они накладываются друг на друга. Это минус для работы с кромкой. Ну и их можно объединить. Откачусь назад. Возвращаемся к нашему обучению всех возможных форм. Основных, во всяком случае. Что я проделал для тех, кто вместе со мной повторял. Я подсветил любой и также мой форму, чтобы назад перейти в контекстный редактор форм. И сверху у меня есть контекстное редактирование, чтобы перейти назад в редактирование формы, чтобы их выдавить и так далее. Контекстное редактирование. Снова подсвечу элемент. В данном случае прямоугольник. И при выполнении формы прямоугольника, до любого на самом деле замкнутого контура, сейчас давайте нажмем объемную форму, у меня контур будет замкнутый. И сверху у меня будет, грубо говоря, крышка. Он будет абсолютно соединен между собой. Никаких там пробелов нигде не будет. Минус для работы с несколькими отрезками одновременно. Форма там сложно замыкается. Ну, а я покажу на примере. С прямоугольником то же самое. Я могу вытянуть конечную точку в любое направление, на любом расстоянии. При этом расстояние могу задать собственноручно. Могу увеличить грань. Могу вытянуть кромку. Могу подсветить кромку. Создать ее же аналог вверх. Она абсолютно такая же будет по показателям, как и измененная изначальная. Главное, чтобы ее потом менять, нужно сначала разблокировать замочек с ней. Откачусь назад. Пока мне она не нужна. И я точно так же могу в дальнейшем задать материал. В случае использования нашего прямоугольника, при добавлении к нему профиля, вспоминаем наш отрезок, когда мы с вами создали прямую, у отрезка он разбивался и не видно было. Отличительные особенности профиль делил просто лист, грубо говоря. В данном случае прямоугольник будет рассекаться весь, со всех четырех сторон, в горизонтальной плоскости профилем. Добавлю раз профиль. Добавлю два профиля. Но, меняя один, не меняются все остальные. Только если в конечных точках, вот здесь. И таким образом я могу создать... Здесь у меня линия эскиза. Все ошибки, которые возникают в Revit, лучше на самом деле прочитать. В данном случае у меня программа говорит о том, что у меня линии немного отошли от оси, в данном случае моя вертикальная плоскость. И он у меня говорит о том, что могут в дальнейшем возникнуть неточности. Особенно в отображении плана нашего этажа. Второй раз уже этой ошибки не будет, когда я буду выдвигать всячески возможные элементы. Ну и опять то же самое. Обычно потому, что я попал в плоскость течения для дальнейшего отображения на плане. Здесь то же самое могу проделать. Если у вас... Вот сейчас у меня вышла эта ошибка. Эскиз вашей формы. Накладывается друг на друга. В данном случае невозможно создать элемент. Они не должны пересекать. Что вы должны понимать? На самом деле форма это, грубо говоря, мыльный пузырь, который в дальнейшем... Либо шарик надувный. Мы можем менять как угодно, но не можем пересекать, чтобы одна стенка пересекала другую. Либо чтобы один контур пересекал другой. Поэтому в данном случае я пересек контур моего выдавленного элемента и в итоге программа у меня выдала ошибку. До всех элементов, на которых возможно построить, программа всегда будет вам давать подсказки. Вот, предположим, я хотел здесь выдавить. Он мне говорит, что на такое расстояние выдавить не смогу, потому что у тебя сверху уже совсем другая структура. Ну, таким образом можно создать любую то же самую форму для нашего в прошлом прямоугольника. Окей. Шестигранник мой. Тоже подсвечу и могу создать объемную форму. Опять же могу как угодно его изменить. Наклонить, увеличить и так далее. Могу выделить грань, одну плоскость по факту. Увеличить ее. Могу выделить конечную точку. Иногда даже клавишей ТАП не нужно пользоваться. Увеличить ее. Либо наоборот сжать. Как вам будет удобно. Опять же подвигать, добавить. И можно опять же добавить профиль. Сейчас вернемся к кромке. Я не помню. Подсветить. Добравить профиль. И загнуть как угодно наш в прошлом шестигранник. Добавить еще один профиль. Подредактировать верхнюю грань. Либо вообще я мог клавишей ТАП найти весь профиль. И двигать целиком его. Чтобы у меня он двигался целиком со всех сторон. Ну а верхние грани я могу свести. Так как мне они будут необходимы. Минус для работы с конечными точками заключается в чем. Что нам нужно будет долго выгадывать в соответствии с нашей формой. Тот контур, который будет необходим. То, что касается нашей кромки. Сейчас разделять поверхность я пока не буду. При добавлении кромки. Наш формообразующий элемент в прошлом прямоугольник. Ну у меня он говорит о том, что при добавлении. Теперь у меня уже отклонится от оси. Если я что-то буду менять. Опять же. Конечные точки появляются новые. В зоне разделения крови. Профиля и кромки. И опять же. Я могу найти отдельно кромку. И могу ее редактировать. Из-за того, что форма у меня уже измененная. Я не могу кромку двигать по направлению. Получается влево. Сейчас покажу. Откачусь. Лучше откатываться не буду. Лучше сделаю аналогичную форму. Прямоугольника рядом. Я могу и на двухмерном виде. На виде сверху опять же выдавить. Итак. Подсвечу. Добавлю кромку. Не то подсветил. Ну ладно. Разберусь с этой стороны. Кромку можно выбрать точку. Для добавления ее. Добавить кромку. Могу выбрать точку. На грани. Либо могу выбрать, где она будет по прямой рассекать. Выбираю элемент. Через клавишу tab нахожу кромку. И вот я могу ее менять. Выдвигать. Как угодно. Окей. Идем дальше. В более поздних версиях, начиная наверное с 19 уже появилась данная функция. Лишь бы не соврать. Раньше, чтобы была возможность выбора сделать сферу либо цилиндр, необходимо переходить на трехмерную плоскость. Потому что там появлялось окошко. А в более ранних версиях, начиная с 20, на двухмерном виде можно увидеть, что мы создаем. Предположим. Сейчас поймете о чем мы говорим. Создать форму. Объемная форма нашего кружочка. У меня появляется маленькое окошко. Цилиндр либо сфера. Так вот. На виде ранней, более ранней версии Revit. Там было опять же два круга. Только один из них делился по центру. Другой не делился. Сложно было понять, что у нас там в итоге будет. Цилиндр либо сфера. Поэтому я по привычке всегда выдавливаю формы на трехмерном виде. Итак. В первом случае я создам цилиндр. Во втором случае я создам сферу. Сферу. У сферы есть, как и у цилиндра, одна отличительная особенность. Два раза нажатием левой клавиши мыши я могу отредактировать ее эскиз. И эскиз я могу отредактировать таким образом, чтобы в итоге у меня... Сейчас на вид сверху перейду. Чтобы в итоге у меня образовалась полусфера. Для дальнейшего задания материала. Либо четверть могу сделать. Любой эскиз. Мы с вами научились редактировать по точкам конечным, через профиль, через кромку наших форм. Как же задаются у нас материалы для наших элементов и как с ними можно работать. И почему форму нельзя удалять, пока у вас объект не завершен. Идем дальше. Итак, я соглашусь на данный момент с этапом создания формообразующих элементов. Мне пока достаточно. Да, кто скажет, это малый функционал. Я абсолютно с вами согласен. Во втором видео мы с вами будем выделять нашу форму целиком. Разделять поверхность. Добавлять узловые точки. Редактировать, соединять, рисовать все по точкам внутри. Пока нам этого не нужно. Это только база. Итак, завершить пока создание формообразующих элементов нажимаю на зеленую галочку. У меня формообразующий элемент, твердотельный. Сейчас мы еще научимся с вами полой формы работать. Объем площади может оказаться некорректным. Но все это связано с сложными формами. А еще из-за того, что я все формы наши делал в одном формообразующем сегменте. По факту я должен был делать их в разных. Отдельно для отрезков. Отдельно для прямоугольника измененного. Отдельно для сферы. Отдельно для цилиндра. И так далее. Я на этом не заострял. Внимание. Идем дальше. Задание материала. И потом уже будем работать с полыми формами. Внимание. Через вкладку архитектура. Стена. По грани. Мы с вами будем задавать для грани нашего формообразующего элемента функцию стены. Но минус в чем? Остекление лучше не задавать через стену по грани. Но я об этом сейчас скажу. Минуту терпения. Стена по грани. Я выбираю в панели свойств материал. Задаю его собственноручно. Тот, который мне будет необходим. Вы его будете выбирать самостоятельно. Я буду использовать какую-нибудь стандартную кладку 225 миллиметров. Не без разницы. Базовый уровень. Это уровень откуда будет строиться у нас с вами кладка. Высота определяется собственноручно по глубине. Либо автоматически он будет определять по грани нашего формообразующего элемента на ту высоту, которая необходима. Я могу ограничить, что у меня только до уровня 2 пойдет кирпичная. Дальше уже выбрать другую стенку. Если у вас многоуровневое здание. Пока оставляю на авто. Привязку выбирается собственноручно. Какая вам необходима по проекту. В зависимости от функционального назначения на чертежах. Есть различные привязки для стен по нашим осям. Статус соединения. Если я разрешаю, все стенки у меня будут соединены между собой. Но во всяком случае программа постарается. Если я запрещаю, то все стенки будут отдельными структурами. Я обычно оставляю на разрешитель. При подсветке грани любой нашей стенки. Нажатием по ней левой клавиши мыши. Задается ей функция для нашей стены. Если я хочу сделать остекление. Я перехожу во вкладку архитектура, стеновое ограждение. Базовое стеновое ограждение для формообразующего элемента 1,5 на 3 метра. Для каких-то маленьких зданий оно будет выглядеть достаточно коряво. Я сейчас это покажу на этом изогнутом нашем прямоугольнике. Стенку случайно ему задал. Итак, вкладка архитектура, стеновое ограждение. Вот она, 1,5 на 3 метра. Выбираю изогнутый участок моей стены. Нажатием левой клавиши мыши. Создать форму. Вы видите, какая кривая форма у нас в итоге получилась. Из-за того, что Revit очень туго работает со стеклом. Он его, я бы сказал, недолюбливает. В большинстве своем стекло он старается сделать всегда прямым. Его сложно изогнуть. Да, можно, кто скажет, ничего его не сложно, если поставить в стенке материал стекло. Но это же неправильно. Как отредактировать данное построение? Это получилось из-за того, что у меня все-таки маленький по площади объект. Я подсвечиваю то же самое стекление. Изменить тип. Копировать. Меняю 500 имя на 500. На 500. Ок. И задаю сетка 1, сетка 2. Одна из них вертикальная, другая горизонтальная. Для сетки 1 ставлю значение 500. Для сетки 2 500. Поставлю фикс. Лучше ставить минимальное расстояние. Если у вас где-то есть большой участок в форме, программа сама растянет его. Но не максимальное. Минимальное расстояние одно. Минимальное расстояние второе. Пока импосты мы типа его не определяем. Нам все равно. Я могу поставить круглый импост. Любой. Но обычно импосты не задаются на этом этапе. Только потом. Чтобы не загружать программу. Нажимаю ОК. И наблюдаю то, что он у меня станет более гладким. Более интересный переход. Но с остеклением мы с вами еще будем работать неоднократно. Об этом поговорим. Какая есть особенность у наших форм? Во-первых, давайте задам для стены, которая прямая, 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 функцию формообразующих. Ну, точнее, для формообразующих функцию от стены. Если я подсвечу стенку, прямую, неизмененной геометрией, я могу редактировать ее профиль и нарисовать все, что хочу. Если я трогаю стенку, которая изменена в соответствии с формой, я ее уже отредактировать не могу. Итак, еще раз. Подсвечу прямую стенку в форме, я могу отредактировать профиль. Нарисовать там проем, еще что-то. Все, что угодно настроить. Если стенка изогнутая, я такого сделать не могу. Но есть функция обновить до грани. И это касается всех остальных элементов. Назад возвращаюсь в редактор формообразующего элемента. Либо два раза нажимаю левой клавишей мыши по форме, либо подсвечиваю ее к контекстному редактированию. Предположим, заказчик не утвердил форму объекта, и я ее меняю. Ок. Выбираю элемент. Меняю форму, соглашаюсь с выполнением данного действия, а со стенкой чуда не случилось. Сохранять пока не буду. Со стенкой чуда не случилось. Потому что это отдельно стоящая структура. На самом деле мы можем даже удалить форму, стенка останется. Но лучше этого не делать, пока у вас объект не принят. Что я могу теперь подсветить данную стенку? Нет, не удалить. Для тех, кто учится, да, можно удалить и снова построить по грани. Либо можно нажать на данную стенку, и сверху у вас есть функция обновить до грани. Таким образом у вас стенка обновится по грани вашей формообразующего элемента. Да и на самом деле, то же самое, всегда можно поменять привязку вашей стены. Она у вас выдвинется. Вот она осталась снаружи. С остеклением все работает точно так же. Подсвечу форму, контекстное редактирование. Поменяю немного форму. Дайте удалю вот этот прямоугольник, он меня расстраивает. Невозможно все нормально видеть. Поменяю грань формы. Соглашусь с выполнением. От стены от этой избавлюсь пока. Подсвечу остекление. Главное выделить через клавишу тап остекление, а не какую-либо грань. Обновить до грани. Также я мог изменить выбор граней. Предположим, чтобы она была не здесь, а перенеслась еще и сюда. Ну, перенеслась на ту сторону. Вот таким вот образом. Как работать у нас с полой формой? И вообще для чего она нужна? Ну, для тех, кто хочет посмотреть, как у нас будет сфера-полусфера выглядеть с остеклением. Стеновое ограждение. Единственный минус, что только для половинки в данном случае задам. Сейчас я поменяю шаг, который мы с вами создали. 500 на 500. И таким образом можно сделать тот же самый стеклянный купол. Минус только в одном. В схождении вот этих элементов стекла. Здесь у вас очень страшная картина по импостам получится. Ну, потому что у меня сфера достаточно маленькая. Итак, что делаем теперь? Теперь мы с вами будем работать с полой формой. И вот тут нужно запомнить одно. Если я сейчас перейду... Давайте на план первого этажа. Пока просто посмотрите за мной. Потом будете повторять, кто учится. Как делать не нужно. Перейду в вкладку формы и геймплан. Снова создам новую форму. Форма 2. Нарисую контур. Создам полую форму. На трехмерном виде. Чудо у меня не случится. Так как полой формы нечему вырезать. Мы всегда с вами работаем. Если вам необходимо из объемной формы выдавить по контуру полую, то вы всегда находитесь в одном редакторе формообразующих. А соответственно, объясняю. Откажу сейчас от выполнения данного действия. Два раза нажимаю левой клавишей мыши, либо подсвечиваю и нажимаю контекстное редактирование той формы, с которой я хочу выдавить объем полный. Полый. Теперь уже могу перейти на план первого этажа. Замоделирую форму. Пускай она у меня будет вот такая вырезаться. По объему. Перейду на трехмерный вид. Подсвечу. Создам полую форму в виде цилиндра. Цилиндра. Границы цилиндра могу расширить. Как угодно. Нажатие левой клавиши мыши по пустому пространству у меня скрывает, по сути дела, мою полую форму. Найти ее на начальных этапах быстро. Очень легко. Наведя там, где она располагалась, клавишей «Тап», найти полую форму. Она подвергается тем же самым законам, что и полой. Я тоже к ней могу добавить кромку, либо профиль. Давайте профиль ей кину. Раз. Два. Найду ее, найду соответствующий профиль и загну. Пускай она у меня будет извиваться. В любом случае, тот объем, который вы сделаете при помощи своих полых форм, будет вырезаться из объемной формы. И чаще всего, чтобы достичь, опять же, повторяю, максимального результата, люди просто из большого набора объемных форм вырезают при помощи полых. Грубо говоря, как скульптор статую делает. Он же снаружи долбит ее. Вот. Таким образом. Что мы сегодня с вами изучили? Во-первых, базовое создание формообразующих. Научились задавать, редактировать через конечные точки, через грани, через ребра. Да, опять же. Я могу создать для выдавленной моей грани формообразующей. Сейчас верхнюю плоскость выделю. Я могу то же самое сделать, объемную форму. Она будет полностью повторять то, что у меня уже было вырезано. До границ. Я могу таким образом достраивать ее. Полностью, целиком. На данный момент она у меня находится одна в другой. Если я подсвечу, уже существующую. Итак. Научились создавать формы. Базовые и стандартные. Научились задавать материал. Научились добавлять остекление. Основное, что вы должны запомнить, если вы хотите сделать дверь в той же самой стенке формообразующего элемента, лучше сначала для нее сделать контур из полой формы. Грубо говоря, такой заход. Вырезать, прорубить. Потому что, если я под ту же самую наклонную стенку, вот здесь предположим, соглашусь с выполнением формообразующих, задам дверь, вот она у меня будет, вы можете увидеть, что случится с дверью. Поэтому в данный момент мне нужно было бы сделать полую форму, которая вырежет у меня объем прямой, ну, либо делать пристройку, что страшно выглядит, и уже в нее встраивать стену. Встраивать дверь. Давайте покажу быстренько. Контекстное редактирование. На плане первого этажа. Дверь я там тоже увижу. Вот она у меня. Делаю контур форму. Может она быть максимально тонкой, без разницы. На трехмерном виде. Создаю. Придется продлить. Создаю полую форму. Для всего только контура нужно не забывать. Сейчас выделю весь контур. Клавиша Tab я его нашел. Создаю полую форму. Поднимаю на расстояние. Сейчас у меня ошибка будет, то что дверь никуда вставить. Теперь нажму на стенку обновить до грани. Дверь никуда типа вставить. Но это грубая модель у меня, не забывайте. Кладка архитектуры. Стена по грани. Добавляю грани здесь. Грани здесь. Грани здесь. Там еще у меня. Здесь я через стенку не смогу задать, через перекрытие. А, еще мы сейчас поэтажку разрежем. Совсем забыл. И уже сюда вставить ту же самую дверь. Ну, те, кто досмотрит видео до конца, тут поймет, что я хотел сказать. А теперь, предполагаю, давайте вот эту часть удалю. Мне она не нужна. Жаль. Еще и уровни удалил. Откачиваюсь назад. Уровни удалять все-таки не буду. Выделю все. Через фильтр выделю все, кроме уровней. Удалю. Итак. Ничего не осталось. Окей. Давайте сделаем быстренько набросок домика и разобьем еще так же по уровням. Формообразующий. Вы же хотите полы перекрытия, по сути дела. Для этого я на восточном фасаде добавлю еще один уровень. Через функцию копирования перенесу на 4 метра. Еще один уровень. Вспоминаем, он у нас не добавился на планах этажей. Для этого мне нужно перейти во вкладку управления, насколько я помню. А нет, вид. Виды в плане, план этажа, уровень 3. Вот он у меня стал отображаться. Итак. На уровне первого этажа я замоделирую формы и генплан, форма в контексте, форма 1. Я все удалил, поэтому он теперь снова форму 1 требует. Домик. Пускай он будет по габаритам 12 на 10 на 10 Перейду на трехмерный вид. Создам форму моего домика. Чтобы он доходил до последнего уровня, мне необходимо его вытянуть до последнего уровня. Что я делаю теперь? Подсвечу. Ну, могу профили опять же и кромки добавить и его нарезать красиво. Если это необходимо. Там выгнуть как угодно, но сейчас одну подредактирую, больше тратить времени я не буду. Пускай у меня одна стенка вот такая выдающаяся. Соглашусь с выполнением формообразующего элемента. Хочу выполнить сначала стены. Стена архитектурная. Стена по грани, опять же, путаю. Пускай эта грань у меня будет кирпич, это кирпич, кирпич, а это остекление. Та же самая 500 на 500. И на самом деле для верхней крышки могу ее назначить, если очень захочется. Но у меня все еще в моем здании нету перекрытия. Как нужно сделать, чтобы оно появилось? Во-первых, нам нужно сначала найти форму. Когда вы уже сделали все элементы, найти их достаточно сложно. Проще всего через выделение всего, фильтр, отменить выбор и оставить в выделении только форму. Сверху я вижу формообразующий элемент перекрытия. Программа сама определит при заданных уровне сколько необходимо сделать перекрытий. формообразующий элемент перекрытия. Пускай у меня будет и фундаментная плита моя на уровне 1, на уровне 2 у меня будет пол перекрытия, уровень 3 скорее всего не определит. Посмотрим. Итак, я вижу то, что у меня программа. Опять же напоминаю, что вот эта графика Rebit это из-за того, что материалы накладываются на форму. Программа определила, где у меня пол, где у меня фундамент. Давайте я скрою остекление, чтобы оно у вас не смущалось. перекрыть элемент. Вот. Такой ящичек получился. Что я могу сделать? Это формообразующий элемент для перекрытия, чтобы в дальнейшем задать форму. Ну, форму, перекрытие. Задается она достаточно просто. Единственное, корректировать потом долго. Вкладка архитектура, пол перекрытия, перекрытие по грани. Опять же, в панели свойств настраивается всяческое перекрытие, с которым вы работаете и которое вы будете добавлять. Выбирайте необходимый, либо из стандартного, либо через мини-тип добавляйте свое, которое вам нравится. Я могу выделить одно перекрытие и создать пол перекрытия, а внизу сделать фундаментную плиту. Либо могу зажатой левой клавишей мыши выделить все. в зависимости от того, что вы хотите делать. На самом деле, я и остекление то же самое скрывать не должен был. Я могу точно так зажатой левой клавишей мыши выделить мой дом. Ничего другого не выделится. У нас пол перекрытия всего лишь одно по функционалу. Поэтому никакие стенки не преобразуются. И создать пол перекрытия. Почему я сказал долго редактировать? покажу. Скрыть элемент. Видите, как проходит перекрытие? Это сказка. И дальше, что мне нужно будет сделать, чтобы его редактировать? Подсветить его, редактировать границу. Редактировать границу моего перекрытия. Так, как оно должно выглядеть. Чтобы предположим, оно и остекление не прорезало мое. Вот это замечательное. И так далее. Как добавлять к остеклению импосты, я пока рассказывать не буду. и так должны это знать. Для тех, кто не знает, я уже делал тему по остеклению. Вот. А теперь точно полный урок по ознакомлению с нашими формами. Создание формы и базовый стандартный домик. Не домик, а отработка навыка, так сказать, по моделированию домика. Скоро будет второе видео. Там уже будет поинтереснее. Мы будем смотреть более усложненный метод построения формообразующих через семейство формообразующих, задавать конечные параметры, работать с точками, гранями, разбивать на ребра, рисовать красиво, чтобы получилось красивое изображение. Если вам понравилось данное видео, вы знаете, что нужно делать. И всем спасибо, что были тут и досмотрели до конца. Еще увидимся.